Кубернетис оператор Весь остальной софт используется в продакшене уже, соответственно это стабильный софт. Кубернетис оператор это версия альфа, мы его обкатывали на стендах мегафона на ренчере, мы его обкатывали на мейлоклауде на кубернетисе. Вроде работает. В общем-то весь доклад по сути, то есть он об этом. Зачем нам тарантул на кубернетисе? Тарантул Солюшен Инжиниринг. Тарантул Солюшен Инжиниринг это проекты уровня интерпрайса, это заказы под ключ. Чаще всего мы работаем с чем? Мы работаем с данными, которые исчисляются в терабайтах, мы работаем с кластерами под сотню инстансов. Буквально не так давно мы обкатывали кластер на 500 инстансов. Поднять у нас его не получилось, но до 300 мы его догнали. Соответственно это высокие требования по доступности, высокие требования по разным архитектурным вещам, observability, extensibility и прочие вещи. Ну и помимо непосредственно самой техники, это еще проектная часть. Цена это меняющиеся требования, регулярно это горящие сроки и вообще в принципе много всего интересного по теме. Вот например, одна из таких типовых вещей, которой мы занимаемся. Кластер тарантула, развернутый в двух цодах в режиме активный-пассивный. В случае отказа выхода из строя одного цода, переключаемся на второй, соответственно с репликацией между цодами. Здесь на самом деле 10 банок нарисовано, на самом деле их там у нас было 80. Или вещь посложнее, которая в общем-то отличается тем, что один большой сторидж, побитый на два кластера шардированных, соответственно по разным критериям шардирования, с загрузкой данных и репликацией из базы всем известного вендора. И вот мы взяли быстрый тарантул, взяли картридж, на котором мы очень быстро все это разработали, выкатили в продакшн, а дальше наступает самое интересное, дальше эксплуатация. Эксплуатация, что у нас, да, приходит заказчик и говорит, хочу новую фичу. Ладно, разрабатываешь, потом смотришь, на этот кластер в терабайт, его надо обновить, беспростое. Масштабирование, да, размер кластера в любом случае всегда оконечен, так или иначе, да, в конце концов наступает тот день, когда нам нужно его расширить, ну, например, в два раза, да, вот так, хоп, и в два раза больше. Распределенное управление конфигурацией, да, БК-престор, георезерв, да, на случай войны, например. Часть из этих вопросов решает сам тарантул картридж, часть из них приходится решать сторонними способами, да, помимо всего прочего, эксплуатация, это не только непосредственно вывод в пром, да, обновление и прочие прелести. Это еще масса сопутствующего софта, который встает вокруг непосредственно кластера на тарантул. Это у нас могут быть системы мониторинга, системы централизованного сбора логов, архивации логов, алертингов, да, управление самими процессами системы D и так далее. Автоматизация. В этом во всем нам помогает автоматизация. Начинали мы, в общем-то, наверное, с самого простого, да, с чего начинают вообще, в принципе, все шелскрипты. Дальше у нас была Ansible, да, которой мы, в общем-то, сейчас в большинстве своем им пользуемся. И тихонечко мы начинаем перетекать в кубернетис, да, пробовать. Кубернетис в нашем случае может быть полезен чем? Во-первых, он, ну, как бы, кубернетис можно охарактеризовать разными эпитетами, там, характеристиками и так далее. Но нам, в общем-то, важно что? Важно, что он избавляет нас от рутины, да, то есть мы им говорим, в случае кубернетис хочу вот так, да, и он сделает. В нем довольно серьезный планировщик, да, который раскидывает нагрузку там, куда мы скажем, да, что нам, в общем-то, позволяет раскидываться под содом нормально. Гибкое управление хранилищами. Есть примитивы, встроенные в кубернетис, есть комбайны типа Ruka, да, это важно, потому что Tarantul это о стейте и о управлении стейтом. И экосистема всего этого вокруг, да, как раз те самые мониторинги, логинги и прочее. Tarantul картридж — это о хранении состояния, о работе с состоянием. Сторона с состоянием у нас работает сам Tarantul, да, это снэпшоты, валы и Tarantul картридж, как мы только что выяснили, да, это топология, конфигурация, которую он управляет сам. Для работы со стейтом в кубернетисе есть Stateful Set, но его не хватает. Stateful Set — это хороший кирпич, из которого можно строить дома. В чем подвох, собственно говоря. Stateful приложения, они все разные, да, запускаются, эксплуатируются все по-разному, у всех разный лайфсайкл, да, например, чтобы запустить Tarantul, мы производим действия в одном порядке, да, у них такие-то критерии успешности, чтобы запустить кластер MySQL, мы действуем иначе, и так далее. Соответственно, на User Experience. Когда мы начинаем переносить приложения на Stateful Set, и нам нужно эксплуатации объяснить, да, что вот эти вот штуки, которые называются в Tarantul или реплика сеты, да, это перекладывается на Stateful Set, и мы должны как-то об этом договориться, да, что это все. Это один большой кластер, его надо мониторить как один большой кластер, и работает он как один большой кластер, соответственно, наличие общего словаря в этом контексте довольно важная вещь, да, например. И Stateful Set не скрывают оперешенную ночь, да, потому что для того, чтобы у нас приложения функционировали на Stateful Set как надо, да, мы должны знать, как это делать вообще по сути, да, то есть, например, Bootstrap кластера выглядит вот так, Scale Up кластера выглядит немного иначе, да, Scale Down кластера выглядит, ну, очень похожим способом, но отличается, и так далее по списку, да. Да, все эти процедуры эксплуатации должна знать, уметь, да, проворачивать и уметь проворачивать корректно, да, человеческие факторы и ошибки человеческие никто не отменял. Кубернетис. На Кубернетисе есть мощная абстракция, которая называется оператор-паттерн. В наше время, в общем-то, лучше всего он представлен оператор-фреймворком производства Carreos, да, нынче RedHat. Задача оператора заключается в том, чтобы закодировать доменные знания об эксплуатации, да, в приложение, которое будет управлять другим приложением, по сути. Тарантл-оператор. Что он умеет? Он умеет поднимать кластеры, да, собственно, мы ему говорим, как мы хотим видеть кластер, в каком состоянии он его поднимет. Он умеет скейлить, апскейлить, в частности, да, в приоритете был апскейл, потому что история с даунскейлом данных какая-то очень странная штука, да, ну, то есть, как бы, давайте выкинем что-нибудь. Он умеет скейлить реплики непосредственно из реплика-сетов, да, добавлять в него, добавлять в реплики инстанции, доступные на чтение, и дает некоторые гарантии своей работы, да, в частности, гарантии порядка подключения инстанций к кластеру, потому что мы не можем подключать инстанции в разном порядке, да, например, реплика-сет тарантула на кубере мы представляем стейтфул-сетом, да, стейтфул-сет нам дает гарантию ордеринга, запуска контейнеров, да, и мы перекладываем это на понятие тарантула, как инстанция с индексом 0, это мастер, да, все остальные — это реплики. И оператор нам дает гарантию сбалансированности весов шардов, да, то есть данные по шардам, по мере подключения новых шардов к кластеру, разъезжаются на автомате. И, в общем-то, на данный момент это все, что умеет эта история, да, поэтому немножко расскажу про внутряк. Чтобы оператор работал, ему нужно, в общем-то, основных три вещи. Это Custom Resource Definition, так называемый в терминах Кубернетиса, это описание кластера, как мы его хотим видеть на выходе. Это контроллер, так называемый, это, в общем-то, код, который на основе этого описания приводит систему в требуемое состояние. И некий механизм интеграции в Кубернетис, да, ну, благо в Кубернетис он есть с коробки. Ресурсы. Ресурсы кастомные для тарантул-оператора у нас представлены тремя основными вещами, да, которые описываются в терминах самого тарантула и тарантул-картриджа, в частности, да. Это кластер, это, в общем-то, центральный ресурс зонтичный, который владеет всеми остальными ресурсами в кластере. Это ресурс типа роль, который описывает одну, собственно, непосредственно пользовательскую роль, да, одно приложение, входящее в кластер. И ресурс реплика-сет-темплейт. Реплика-сет-темплейт, на нем чуть подробнее остановлюсь. Реплика-сет-темплейт — это шаблон, по которому в роль добавляются реплика-сеты тарантульные. Так, каждый реплика-сет тарантула в терминах кубера описывается стейтфул-сетом. Соответственно, по сути, реплика-сет-темплейт нам позволяет задавать темплейт стейтфул-сета, да, который на кубере будет разворачиваться каждый раз, когда мы будем требовать больше реплика-сетов в роли. Что касается ресурсов, важно знать еще иерархию владения ресурсами. В кубернетисе есть гарбуч-коллектор. Он за нами прибирает, когда мы удаляем ресурсы. Ресурсы тарантульного кластера, которыми управляет оператор, объединяются вот в такую иерархию отношением owner-dependent, где сверху owner, ниже dependent. Соответственно, например, если мы захотим удалить ресурс-кластер, кубернетис за нас, в общем-то, сработав гарбуч-коллектором, он приберет все остальные ресурсы, которые мы насоздавали. Это относительно удобно с той стороны, что мы за собой не оставляем ничего вообще. В случае удаления, например. Что касается кода, который приводит систему в нужное состояние на основе CRD. Это вот такая вот ромашка, на самом деле. И в коде оно выглядит точно так же. Контроллер. В терминах кубера это называется контроллер. Это, в общем-то, кусок кода, разбитый на стадии, который по порядку приводит систему к ожидаемому состоянию. Что мы ожидаем от кластера тарантула? Мы ожидаем от кластера тарантула довольно простых вещей, что все инстансы подняты, они все между собой могут общаться по сети, подняты роли, всем инстансам выданы инстанс-юиды, реплика-сет-юиды, то есть у каждого инстанса есть identity, кластер забутстраплен, выполнен бутстрап и шарда компонента, и данные по кластеру размазаны равномерно, нет каких-то там перекосов. Соответственно, вот этим и занимается контроллер кластерный наш. По порядку, в самом начале мы смотрим, у нас ресурс кластера есть, значит, идем дальше. Дальше мы к ресурсу кластера присоединяем роли, которыми он владеет, как только мы присоединили все роли, мы переходим к этапу join-инстансов и так далее. И так по кругу до бесконечности, и плюс еще по таймеру временами, чтобы время от времени проверять, что у нас по-прежнему все работает. Соответственно, с точки зрения, на самом деле, специфики этого кодешника, в нем очень мало обработки ошибок. То есть любой неуспешный кейс, мы сразу выходим и заходим на второй круг. Мы отправляем самого себе, собственно, фактическое уведомление о том, что, блин, не получилось, и пойдем на второй круг. И так будем ходить, пока не поднимем на самом деле, как оно должно быть. И последняя часть всего этого балета — это механизм интеграции в кубер. Благо, в кубере из коробки уже все есть. Это вот такая вот схемка. Весь кубернетис, по сути, состоит из отдельно взятых контроллеров, которые отвечают за то, чтобы управлять своими ресурсами. Общаются они между собой неявным образом путем передачи событий между контроллерами. Например, когда Torrento Cluster захватывает владение ролью, устанавливает овный шип над ролью, он таким образом вызывает обновление ресурса роли. Обновление ресурса роли приводит к тому, что создается событие типа role updated, она доходит до роль контроллера. Соответственно, роль контроллер подписан на все свои события. Роль контроллер создает нужное количество stateful set, stateful set и создает поды. Torrento Cluster контроллер получает уведомления о создании подов и начинает их джойнить. И вот так по кругу точно так же, только в рамках всего кубернетиса. Обмениваясь между собой какими-то ивентами, мы так или иначе приводим всю систему к итоговому результирующему состоянию. Это, в общем-то, наверное, и все, что можно рассказать о тарантул-операторе. Чего нас ждет дальше? Коротенько, нас ждет дальше усложнение эксплуатационных сценариев. В частности, в первую очередь у нас пойдут это BK Prestor disaster recovery. На самом деле на тарантуле гораздо удобнее резервироваться, чем восстанавливаться из BK Prestor. Но BK Prestor нужен все равно на случай катастроф. Оператор метеринг, так называемый, который нам позволит сделать автоскейлинг. Когда мы внимательно смотрим за потребляемыми кластерами ресурсов и по достижении каких-то пороговых значений можем, например, поднять больше репликассетов на автомате. Ну и доработки в тарантул-картридже, о которых уже Ярослав объявил. Поддержка ETCD сильно бы облегчила жизнь. В общем-то на этом все. Спасибо всем за то, что слушали. Рано. Кадешник. Все это истории доступен на GitHub. Все артефакты на GitHub, на Docker Hub. Соответственно, у нас есть подготовленный пример. Можете поиграться. Ну и там, кто смелый, попробуйте. Если что, вешайте тикеты. Вот теперь спасибо. Ну что, вы знаете правила? Время вопросов. Спасибо за доклад. Такой небольшой вопрос. Я не понял, а почему даунскейлинг проблемы сделать без выкидывания данных? Почему нельзя данные, существующие, раскидать по другим инстанциям? Даунскейлинг на самом деле на момент релиза для меня был вопросом приоритета. Соответственно, для того, чтобы его корректно сделать, нужно сделать много чего. Соответственно, это буквально ближайшая вещь. То есть это как бы можно, то есть нет какого-то препятствия. Для того, чтобы это сделать, каких-то концептуальных препятствий нет. Есть только один единственный кейс, который непонятно, как обрабатывать вообще. Даунскейлинг в ноль. Что это такое и что с этим делать? Можно попытаться на самом деле загнать все данные на один шарт и грохнуть его. На практике, если мы боимся потерять данные, то при даунскейле мы, когда гасим инстанции, мы не потеряем персистент волюмы, которые кубернетис для нас создавал. Соответственно, даже если что-то пойдет совсем не так, у нас что-нибудь для восстановления достанется. Ну, если, конечно, кубернетис не заграбочек аликтид. А если вот этот митринг, про который в конце шла речь, будет видеть, что ресурсов много свободных, он сможет автоматически что-нибудь погасить, какие-нибудь ноды? Я думаю, это хорошая фича на будущее. То есть сворачивать по мере. Это было бы, например, удобно для HTTP-серверов. Если мы их разворачиваем автоматически, то и сворачиваем. Когда мы видим, что нагрузка падает, мы можем их свернуть спокойно. Еще раз спасибо Василию.